Всем привет, друзья! С вами Андрей и сегодня в выпуске я вам расскажу про SpaceX, которая впервые повторно использовала первую ступень Falcon 9 и корабль Crew Dragon. Илон Маск заявил, что часть первопроходцев Марса наверняка погибнет. Airbus создаст сверхпроводящую силовую установку для самолетов на водороде. На эти и другие темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Подписывайтесь на наш канал, устраивайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Миссия Crew-2 успешно стартовала. Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся 4 астронавта, стартовала к МКС с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. В рамках миссии компания SpaceX впервые повторно использовала для отправки астронавтов на МКС капсулу корабля Crew Dragon и первую ступень ракеты Falcon 9, которые до этого уже летали в космос. Теперь официально. Crew Dragon – первый многоразовый транспортный космический корабль со времен шаттлов. Crew-2 – это третий пилотируемый полет Crew Dragon и вторая штатная миссия SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контракта с НАСА. Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде 23 апреля в 12.49 по московскому времени. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась и на девятой минуте после запуска она завершила посадку на плавучую платформу. Вторая ступень штатно отработала и успешно вывела корабль на запланированную орбиту. Глава SpaceX не считает, что колонизировать Марс отправятся прежде всего богачи, решившие оставить Землю с ее проблемами. Ведь их ожидает реальные опасности и даже риск гибели. Об этом, а также о конкурсе на технологию, которая позволит спасти Землю от климатической катастрофы, Илон Маск побеседовал с директором фонда X-Price. В начале года Илон Маск объявил о намерении сделать что-нибудь полезное для всей планеты. Он остановил свой выбор на технологии улавливания углекислого газа. Он пообещал выделить из собственных средств 100 миллионов долларов на проведение соревнования, за организацию которого взялась X-Price. Позже появились первые подробности. В течение ближайших полутора лет будут выбраны 15 команд. Они должны будут продемонстрировать решение по выведению углекислого газа прямо из атмосферы или океана и постоянного хранения СО2 экологически чистым образом. Главный приз – 50 миллионов долларов. За второе место дадут 20 миллионов долларов, а за третье – 10 миллионов. На встрече с Питером Диамандисом, председателем фонда X-Price, Маск раскрыл и другие нюансы конкурса. Для того, чтобы победить, команда должна продемонстрировать метод удаления СО2 в масштабе 1000 тонн в год, рассчитать стоимость оборудования на мегатонну и представить план достижения гигатонных объемов в будущем. Сменив тему, Маск и Диамандец заговорили о колонизации Марса – давней мечте главы SpaceX. По его словам, полет на Красную планету не будет, несмотря на существующие опасения, способом бегства богатых от проблем Земли. Наверняка часть людей погибнет в начале покорения Марса из-за опасностей, связанных с освоением новых рубежей, предположил Маск. В 2019 году Маск назвал примерную стоимость билета на Марс – менее полумиллиона долларов и даже, возможно, менее 100 тысяч. По его оценкам, любой житель страны с развитой экономикой сможет продать свой дом на Земле и на вырученные деньги отправиться в космическое путешествие. Продолжая тему Марса, хочется вам рассказать еще одну новость, которая гласит, что на Марсе снова есть кислород. Аппарат Perseverance, который совершил в феврале самую точную посадку, оборудован семью научными инструментами, тщательно отобранными специалистами НАСА. Один из них, исследовательский инструмент MOXIE, получил первые 5,4 грамма кислорода за час переработки атмосферы Марса. Этого достаточно, чтобы астронавт дышал 10 минут. В будущем этот процесс, возможно, позволит терраформировать планету. Программа первой пилотируемой миссии на Марс подразумевает долгое пребывание астронавтов на поверхности планеты до тех пор, пока Марс и Земля не окажутся в нужном положении для обратного полета. К сожалению, это требует либо огромного запаса ракетного топлива и припасов, либо какого-то способа получения ресурсов на месте. Для того, чтобы поднять 4-х человек с поверхности Марса на орбиту, требуется 7 тонн ракетного топлива и 25 тонн кислорода. Плюс каждому астронавту нужно по тоне кислорода для дыхания. Такой груз не привезти с собой с Земли, поскольку для перевозки дополнительного кислорода понадобится еще больше топлива и кислорода. С другой стороны, атмосфера Марса в 100 раз менее плотная, чем земная. Почти полностью состоит из углекислого газа, то есть одного атома углерода и двух атомов кислорода. Имея нужное оборудование и достаточной энергии, можно выработать сколько угодно кислорода на месте. Для изучения такой возможности, марсоход Perseverance снабдили инструментом MOXIE. Он пропускает атмосферу через фильтр, затем сжимает и нагревает содержимое до 800 градусов по Цельсию, а затем делит на кислород и моноксид углерода. Перед началом работы MOXIE 2 часа разогревался, а потом почти за час работы получил почти 6 граммов чистого кислорода, которых хватило бы астронавту на 10 минут дыхания. Будущая версия MOXIE массой в тонны сможет вырабатывать несколько тонн кислорода. В ближайший марсианский год MOXIE проведет серию испытаний работоспособности в различных атмосферных и температурных условиях. Использование жидкого водорода чуть ли не единственная на сегодня возможность декарбонизировать авиацию дальнего действия. Для того, чтобы водород оставался в жидком состоянии, его температура должна составлять минус 253 градуса по Цельсию. Инженерам Airbus пришло в голову, что этот источник холода можно использовать и для охлаждения всей электросиловой установки. Жидкий водород способен охлаждать электросиловую установку до сверхпроводящих температур, при которых эффективность системы значительно возрастает. Силовой агрегат, использующий этот эффект в полной мере, будет в два раза производительнее. Им стал передовой сверхпроводящий и криогенный экспериментальный прототип силовой установки. Его можно будет применять на гибридных и полностью электросамолетах. А использование сверхпроводящих и криогенных технологий позволит вдвое снизить вес компонентов, снизить напряжение менее 500 вольт, в половину уменьшить потери электричества. Данная система станет наземным опытным образцом, который должен быть завершен в течение трех лет. Это будет силовая установка на 500 кВт, это 670 лошадиных сил, с кабелями, контроллерами, электроникой и моторами. А за охлаждение будет отвечать жидкий водород, поступающий по трубкам из топливных баков. Если прототип будет работать как положено, Airbus сможет значительно снизить массу силовой установки и доказать, что водородная авиация в состоянии конкурировать с традиционной. Даже среди концептов летающих автомобилей Asco выделяется смелостью задумки, размахом фантазии и крыльев. Едва ли можно будет не заметить на дороге просторный четырехместный внедорожник, несущий на крыше комплект пропеллеров и крыльев в сложенном виде, которые позволяют подняться в воздух с разбега или с места. Ценник тоже впечатляющий – почти 800 тысяч долларов. Новый дизайн больше напоминает обычный электролетательный аппарат вертикального взлета и посадки. Каплевидный фюзеляж больше похож на вертолетный. Появился небольшой V-образный хвост, а пропеллеров стало шесть. Четыре вертикальных установлены на длинных штангах, которые убираются назад, когда не нужны. Два остальных на крыльях. Эти крылья могут менять положение, переходя от вертикального взлета к горизонтальному. Таким образом аппарат может взлетать как вертолет, а может работать в режиме самолета укороченного взлета и посадки. Так АСКО экономит кучу энергии, которая расходуется на вертикальный взлет. Это была последняя новость на сегодня, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не жалейте лайков для него, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Также, друзья, подписывайтесь на наш ТикТок и другие полезные ресурсы. Все ссылки вы найдете в описании. Ну а я буду с вами прощаться. Желаю вам бомбезного настроения. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok